Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Подеслась. На связи. Объявляешь огнем и поддержки. Включай аэракист. Азанон на ГС около куда, да? На станции. Вон у нас АГС стоит. Тут у вас АГС? Расчета нет? Да. Всё. Всё, крутит, крутит. Нормально. Не видно. О, я готова. Вперёд! Давай, цели прикроем бланки! Приед-берите! О, я пригод в Валтографе. Вперёд, вперёд! Вперёд, вперёд! Давай, цели прикроем бланки! Вперёд, иди я! Я знаю, я знаю, принёт уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и все дела? Как и все дела? Сейчас в тур поставим и по башне ударим. Цел? Ничего, цел? Цел. Вроде бы. Да цел, цел. Ай-яй-яй-яй-яй! Е-е-е-е-е! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что там? Гранатомет ваш. А, мне еще яйцо чуть не отстрелило, я еще в ноге осколок сидит под яйца. Дойдешь, нет? Да дойдем. Чемпион, 13. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скоро, ты что? Скоро, отчетило. Где? Охотника ранило. Вон, вон, вон. Там он нормально движется. Шеврон, говорит, спад. Да? Это ты что? Приза. Привет украинским СМИ. ICTV, ТСН и прочему дерьму. Я на месте. Как видите, живой. И возле противника, как и положено. И барыгады мои тоже на месте. Целая, невредимая. Немножко уставшая. Работа такая. Так что, скоро мы вас не встретим. Привычки. Врать будем. Вот этим стечки. Как, что журнал шлюху лечить будем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абрам, насыпай. Абрам, насыпай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу сегодня затронуть еще одну тему, не менее важную, о которой я уже когда-то говорил. Говорил о том, что все средства массовой информации в погоне за рейтингами, а значит, за заработком, не замечают главного, не замечают самого человека. Всем нужна только яркая картинка. Яркая, страшная, впечатляющая. Именно та картинка, которая может привлечь к экранам телевизоров население. Вместо того, чтобы пользоваться, вместо того, чтобы пользоваться, вместо того, чтобы пользоваться своими возможностями показать, допустим, как было в Зоринске, когда показали все телеканалы, как он был разрушен. А кто-нибудь из журналистов задался вопросом, а где теперь будут жить люди, дома, которые их разрушены? Как они будут, чем будут питаться? И так далее, и так далее. Никто не затронул эту тему, потому что это неинтересно, это не рейтингово, это не показательно. А значит, меньше прибыли у телеканала, значит, меньше заработки. И я 100% уверен, что у тех журналистов, которые сюда приезжают, немаленькие командировочные, потому что снимают яркую картинку в пользу телеканала. Идет ли это на пользу тем людям, которые сейчас страдают? Идет ли это на пользу всему происходящему сегодня? Идет ли это на пользу той цели, которой мы пытаемся достичь? Избавление от алгорхата и свободная жизнь по совести. Почему все средства массовой информации направлены только на то, чтобы создавать такую себе игру онлайн «Убей себя сам»? Почему никто не обращает внимания на что-либо созидающее, конструктивное? Всем интересно только то, как мы друг друга убиваем. Почему вы, источники информации, приучаете нас привыкать к смерти и не учите сохранять и беречь жизнь? Жизнь человека, жизнь, раствор трудящегося, жизнь того человека, которым сейчас пользуются власть имущие и те, которые платят за этот маскарад, который был устроен в виде войны. Почему вы объективно не подтвердите геноцид, который творится у нас, или вы его не замечаете? За истекшие месяцы войны кто из сторон конфликта что-то приобрел? Кроме смерти и покалеченных судеб, осиротевших родственников и разорения. Мы, простой народ, что получили от войны? При том, что все это время на ней бессовестно зарабатывают олигархи. Может, хватит быть марионетками и убивать друг друга? Вот на войне мы часто вспоминаем о еде, о вкусняшках неких, которые на гражданке, возможно, были не так востребованы. Но в данном случае вызываю всех меньше думать о макаронах, о тушенах. Вот лично для меня очень важно глаза людей, которых там будем в город входить, вот эти вот цветы, вот эти улыбки, эти слезы победы. Люди ждут, мы это знаем. Для меня это важнее всего на данный момент. Скоро мы придем. Подождите немножко. Мы сделаем все для этого. Спасибо. Пусть Порошенко будет вообще не только с Донбасса, а и с Украины. Потому что мы его на кол посадим вместе с Яценюком и все это отойдет сюда. И вместе с этой... Турчиновым там. Да, элитой этой сраной. Им здесь не место. Это наша земля. И мы будем здесь жить. Вот так вот. Время, время, время. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Аркадий Черкутсков Аркадий Черкутсков Аркадий, расскажи нашим людям, где мы сейчас находимся Мы находимся в Дебальцево Наконец-то Добровольный коммунистический отряд из состава бригады Алексея Борисовича Мозгового, призрак В числе первых, а фактически как крупное воинское формирование первых, зашел в Дебальцево Накрепился, потихоньку отрезая масла на кусочек Думаю, что в ближайшие дни мы его возьмем Сколько здесь примерно людей из бригады? Бригады, ну, три полноценные роты на данный момент По потребностям Нормально, нам хватает людей для того, чтобы выполнять поставленные задачи Действуем совместно со всеми частями и подразделениями Организовали, как и положено Правила обведения общевойскового боя Здесь уже нормальный тыл, санитарную службу, котловое довольствие И укропом нас отсюда не подвинул Аркадьевич, а вот как раз по этому вопросу Скажи, мы уйдем отсюда или хреном? Конечно, хреном Какой будет следующий город? Я все на Львов Вот недалеко получу за взятие Львова И буду этой частью войны, буду влетворен Что ты скажешь людям? Не за взятие Львова, за освобождение Львова Вот, правильно Мы не захватываем города, мы их освобождаем Я бы хотел к нескольким группам обратиться Я бы хотел обратиться к солдатам ВСУ, особенно мобилизованным, к офицерам ВСУ У нас на Украине, вот у меня лично, врагов нет Если хотите, скажу, в Украине Врагов нет, мы не воюем с народом, с Крымом Я лично, наши люди воюют с фашистами, захватившимися здесь в Украине Мне есть гляну, плевать, под каким соусом они это подают Я бы посоветовал солдатам, офицерам ВСУ, которые вот сейчас бесплодно гибнут А у них уже очень значительная потеря Подумать А потом прийти, поговорить Мы вместе сходим в Киев Они зададут, они зададут Вопросы о Верховной Раде и прочем А как так получилось? Богатый ресурс, который получил богатейшее наследие Которые имеют огромные ресурсы, прекрасные люди Начали здесь заживо сжигать, как это было 2 мая в Одессе Начали уничтожать мирных жителей в городах Начали делить по национальному признаку Пускай они эти вопросы дадут, мы им поможем У нас там врагов нет, ну а к нацикам и прочей киромантии Ребят, даже не думайте в Киеве сдаваться У нас хватит сил справиться с вами Не думайте сдаваться в блед, потому что я вас дать не буду Мои деды фашистов и я их не точно даю Сдайте по их команде Ждут, мама, все, родная, все, вернемся, все нормально Донбасс наш родненькая, все хорошо Пусть Господь вас ловит у вас Родные, давайте Отъедет, пусть сможет А он поведет на комбат Кто тебя зовут, а? Я Игорь, а давно в ополчение водишь? Недавно Недавно? А почему пришел? А где живешь? В Луганске Вроде в Луганске сейчас жизнь налаживается А что сподвигло-то вот сюда на передок эти Семью оставить? Парни нашли хорошие люди Ну и я пошел Я так понимаю, ты механик-водитель? Нет, я везде водил, я везде водил, я везде водил Машину удалим, мне понравилось Понятно Что в основном приходится делать здесь на войне? Я вообще-то ни разу не стрелял Как тебе впечатление от Дебальцева? Разруб как было Как думаешь, возьмем его? Я думаю, что Слушай, я спасибо тебе хочу сказать За то, что нам помогаешь Туда возить наших ребят А обратно мирных Спасибо, Игорь Едет БТР по улице На нем танцуют пьяные негры На тебя автоматы наставляют Раненые есть? Есть раненые Есть такие люди, что даже не могут сами передвигаться ногами Из-за того, что долго сидели в паре Мы первые закрепили из Дебальцева И через Москве Все агрегат Добро пьян И если вы видите свою цель, то есть Возможно, что это было Добро пьется Добро пьян И я знаю, что такое Добро пьян И я думаю, что это будет И я могу вам помочь Слава Подписаться И я знаю, что это будет Пьян Добро пьян И я думаю, что это просто И я думаю, что это просто Г Rugа Минометщик у нас за поселком, он полностью весь поселок разгромил. Привезли бронетранспортера, где-то 7 километров, а потом пересадили в автобусе и в автобусе привезли. А откуда вы сами? Слезается. Я с вами поедусь, с Богом, и дорогу покажу вам, как ангел, как ангел их усиха там, вот так, жик, и все. Да у меня каждый боец ангел, все нормально будет. Вот я вам желаю, чтобы вы были с Богом, с ангелами, вот так вот, Господь, шик, нечистую силу. Не хочут жить, не хочут жить, хай же вытескан, из сатаною. Мы, как могли, ховались по подвалу, обитали, как могли там, выживали, как могли, одним словом. После, когда зашла наша помощь, нас начали эвакуировать. Нас эвакуировали в городе Алчевск. У вас кормили уже? Будущий герк, мы уже для детей, живые и останься. Поэтому позвольте, я пойду дальше служить. Иди, служи. Дочка-вдова с ребенком, как мать-одиночка. Нету, ***, не все это. За что мне собирать, зачем мне это? Скажите пару слов. Скажите пару слов. Они нелюди, нелюди. Порошенко. Порошенко. Пи***ры вы, ебаный. Порошенко. Яценюк. Яценюк, козел. Турчин. В общем, вся эта банда, хунты, ебаный. Это вы, пи***, ебаный, довели. Вместе с американцами-пи***цами, б***ь. У того, ебаных, б***ь. Будет, полетите там, на д***ь. Если за что, то вы нахуй достанете вам до... Достанут наши, б***ь, русская бомба, вы там вас, пи***ров ебаные. Всем достанется, б***ь. Нам, ну и вы подохнете, как крысы, б***ь. Все, возвращается. Берется, идет, как бумерангом. Вы это затеяли, они затеяли. Вот так будете висеть, вот нахуй, на тех сучках, б***ь. На тех сучках будете висеть, б***ь, вон. За яйца подвешены, б***ь. Здравствуйте, военкор, бригада «Призрак». Расскажите о происходящем вчера, ночью вечером. Да что, вчера. Прямым попаданием в дом попали. Бабушка живая осталась, а деда, он по кускам собирал, тут ходила. В мешок. Что рассказывать еще? Дома нету, ничего нету, ничего не осталось. Массированный удар был по Зоринску? Да. У нас пятихатки побиты, частные дома разбиты, школа разбита, в садик попала. Тут все разбитое, жертв тоже много, много кто так и не достали завалов. На МЖК на улице. Что тут? Спасибо украинским военным, Порошенко, пи***цу, спасибо, б***ь, всем остальным. Чтобы они сдохли все, и дети их не подохли. С Донбасса, который мы только что получили от нашего корреспондента. Флаг Новороссии поднят над Дебальцево. Это девятиэтажка на улице Ленина. Именно в ней, по данным ополчения, находились снайперы и корректировщики огня украинских вооруженных сил. Их выбили буквально этой ночью. Так что флаг символизирует взятие важного плацдарма. Дебальцево – самая горячая точка в зоне конфликта. Город на стыке Донецкой и Луганской областей, где в плотном кольце ополченцев обеих республик оказалась крупная группировка украинских войск. События развиваются стремительно. Еще накануне силы самообороны сообщили, что контролируют 80% этого населенного пункта. Люба дорого посмотреть на ферсидские ковры. Лампочка, ответь дикому! Даша, что ты сюда оставишься? Подняла, упала. Говорит, ну так, не должна. Говорит, шутай там, начинаешь это самое. Я тебе сейчас приклею георгиевскую ленту и скажу, что ты террорист. Быстренько опять всех прям. Давайте бутерброд съем и все. Бутерброд, как свой бутерброд, горячий нужно. Параллельно запросите Алтая. Принял, принял, принял. Пускай сообщает, пускай сообщает. Блин, нельзя в две расходящие стороны атаковать. Атаковать на времени нет. Там мы, когда провели минулого ряда, и запрашивают в эту остановку. Сейчас вот это вот собакам просто отдать и все, потом позакидывать. Понятная идея? Не нужно, я в этом плане. Бля, смачьи меня. А ну, бери. Два дня назад мощи была попытка прорыва укропа в море. Ну, бери, в этом плане. Черт-везда. Дальше. 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 Ну, бери. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Дальше. 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 Давай. Два дня назад ночью была попытка прорыва у Круповских двух Уралов и одного БМП через наш район. Значит, на переезде машины были перевстречены и расстреляны. Две машины за два Урала мы захватили, полные АТК были. Они прорывались к своим, походу, в Новогридеров, но в ночь заблудились. Сопровождал их вот этот «Шевроле». В «Шевроле» находилось три человека, один из них подполковник армии ЛНР. Значит, «Шевроле» сопровождало именно вот эту украинскую колонну для вывода через блокпосты. Этот подполковник был передан в штаб армии, двоих его людей в группу вытащили, водителей сопровождающих его, личного охранника, и застрелили в голову. Трупу уже, по-моему, отправили в морд. Подполковник нам сдался, сейчас тоже был отправлен в штаб контрразведки. Вместе с капитаном, который подтвердил эту х***ю, капитаном украинской армии, инженерно-строительных войск. Нацгвардия, родом капитан с поселка Закарпатья, поселок Ивашенко, что-то такое. Ну, все там, короче, в штабе, в том штабе, недалеко. Я на 99% уверен, он вам выводил из-за денег. Как он может остаться живой? Вот, в заборах лежат двое расстрелянных, он вот так вот сидит. А, самострелом в ляжку себе смольнул. Где-то линтодачка. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Люблю тебя, солнышко, ну все такое Пошел вызов Алло, здравствуйте Девушка, извините, но Олега нельзя Не получится с ним поговорить Ваш, я так понимаю, жених, да? Погиб Сейчас Его телефон Оказался у меня в руках И мозговой Алексей Посчитал необходимым вам сообщить Извините Управляют таких юных пацанов на смерть Джаконды Джаконды Украины Да Здравствуйте К сожалению, вы уже с ним не сможете поговорить Ну, потому что идет война А во время войны случаются Убивают Телефон, да, будет на связи Я почему И Оставил на связи Чтобы Объяснять людям, что к чему И куда, если что, обращаться Если сейчас люди не поймут, что нам нечего воевать друг против друга Будет убитых еще больше Как это не от нас? От нас Каждый из нас может сказать Там уже генералу и чиновнику Который сюда людей посылает Иди ты к черту Или иди сам войти Но почему-то все равно все едут, едут, едут Убивают, убивают Да извините, вы сейчас, получается, с противником развариваете Ну, я могу отвечать только за те тела, которые мы вывозим В сторону Олчевска То есть подразделение бригады призрак В принципе, можно его, да, использовать Я же говорю, если народ не одумается, дальше будет еще плохо Почему собираться выходить? Уживите дальше Конечно будем Конечно Вот этот телефончик надо зарядить И общаться с той стороны А они пускай общаются там Со своими руководителями Кажется, никто не знает, что здесь всех уже нет Вот сейчас, вот связь есть Без людей Рации есть Вот так вот Товарищ Порошенко сказал, что все выведены Все здоровы, живы, все отлично Вот так вот В течение часа выйдите за мной на связи Я охренею Вот это отношение к людям, а? Так, иди сюда, как ты показываешь Ждать было нельзя Сегодня отправили разведку в Новую Григоровку Разведка доложила, что пехота может зайти и закрепиться И мы им фактически забыкаем соль Чертовая мать Вот сейчас Показываю квадрат Фестивальный Так вот их вызывают людей На смерть Главное, вот эти-то доблестные герои Как раз и свиняли Было изъято у капитана У нас Которого наши взяли здесь на переезде А как фамилия капитана? Я не помню сейчас Документы в разведку переданы Обдолбанный был, как скотина Боли даже не чувствовал Мы его не били, потому что он был ранен Но ощущение, что ему все равно Хоть уши, руки отрезали Да мы же нашли Сейчас нашли вам кучу просто В каждом укреплении Коробки целые стоят с наркотой Сто процентов Найдены препараты Малбуфин Если мы почитаем инструкцию Из нее мы узнаем, что это обычный опий И такого добра здесь В каждом блиндаже По такой коробке Анальгетики Опиоиды Это для чего? Для того, чтобы шли на пролом и не чувствовали? Да, шли на пролом, не боялись Боли не было, страха То есть, когда человек Откалывает себе один такую ампулу Он становится неадекватно, невменяемый Не чувствует боли Мне один разведчик рассказывал На него бежал Украинский воин без руки А вот это их неподходные Все то же самое Только Шприц уже взведен Откручивается иголка Делаются уколы Человек с оторванной рукой Может еще прикрывать своих товарищей Но это незаконный препарат? Я не знаю, как это законный или незаконный Но Да, факт есть факт Такое количество опия здесь находится Это же, наверное, неспроста Реакция неадекватная И самое главное У них поддельные документы на руках То есть, поддельные документы на ВСУ Удостовения новенькие Муха не сидела Выписаны 2003-2002 года То есть, маскируются под обычных корресов Да, на уход Там видно было Разница между формой и нательным бельем Нательное белье стоит на порядок дорожек И форма, в которой он был оден Потому что три дня назад он был убит О, товарищ капитан Вы разговариваете с командиром Приглада призрака Так точно Вы знаете, при банальных обстоятельствах Война Стреляли Так точно Все остальные тоже Принял, принял Ну, я не считал Но много Телефон его просто постоянно названил Поэтому я решил взять его все-таки И отвечать людям на вопросы Приехать в Волчевске или в Дебальцево И забрать Сейчас здесь в Дебальцево Что-что? Не понял Ну, сейчас идет процесс сбора Убитых в вооруженных сил Украины Так точно Да, почему-то спасибо, Иннатон Так вот, для этого я даю ее Чтобы люди хоть знали, где убиты Что-что? Ну, у нас, слава богу, в бригаде потерь И десяти человек, двусотых Капитан Рубского какой-то Пацанам четыре этих Был жуткий дефицит Четыре карты брожного Да Ну, турпатроны из Акахина Срочно туда эвакуационную бригаду Все, все, сейчас машина пройдет И все, поехали Где? На протоку что-нибудь? Ну, среди нас механиков водителей там не было Где КамАЗа-Лиса? Без понятия Связь! Проход нормальный? Где КамАЗа-Лиса? Связь у меня с машиной Ищите Ищем Дорожья от водострелкового не было Нашли один ПКМ А там АУС-танкисты были Короче, по нам была открыта стрельба С их стороны Залегли Отползли Подумали, покричали, что свои Ничего, тишина Выдали палку Вытащили из кармана флаг Новороссии Поцепили на палку Помотали Тишина Пошли в обход к ним Мириться Группа развития Как дебилы Просто слагом Это живые Это живые Да, говорите Добрый А чей ваш, простите Чей ваш? Чей ваш? Вы говорите Где наш Олежка? А кто вы? Вам слышно меня, нет? А кто вы ему, скажи Дядька Ну уже, по-моему, мать его звонила Невеста звонила Я уже всем успел, по-моему, доложить О том, что он был убит Три дня тому назад Разве его командиры Не в курсе? Ну вот, задайте им, пожалуйста Вопрос такой Как это они не знают Что их подчиненные убиты уже? Почему бросили? Ну и второй вопрос Задайте тоже их командирам Почему они бросили их здесь Ранеными и убитыми? Ну вот, постарайтесь Наконец-то задавать вопросы Своим идиотам у власти Потом меньше будет убитых в будущем Да, Путин тут ни при чем Вы сейчас разговариваете С Мозговым Алексеем Борисовичем Я уроженец Луганской области Здесь нет ни одного Ни одного российского солдата Здесь мое ополчение Давай, приходи Давай Понятно Да, виноват Путин Вот Путин и все Тут Путин с пулеметом Подыбальцем убегает И стреляет Что сказал придет? Выключай Правильно Вот с такими словами С таким настроением Пожалуйста К Верховной Раде Вот там есть кому Глотку рысь Действительно Они даже трупы Не соизволили забрать А вы думали Война это так Компьютерная игра или что? Майя месяца мы еще За последнее время Считаю 25 ноября 15 декабря Это перебири Свидимся Первый раз в конце мая Уничтожили Дядя, уничтожают нас постоянно Дирекционный дубль наши Постоянно захватывают Блять Где они? Что за призрак такой Натуральный Как это получается Призраки Вот бланарей Название такое Вот это пьян Аркадь, что ты с колесом Вот сейчас делается Должен по второй команд Принчил Такая, такая Принчил Что, отвоевал? Для того, чтобы вы знали То и как Олег убит Я же вам сказал Олег и все Кто были в Дебальцево Убиты Вот они мы его убили Верховная Рада Да Я всегда рад Погибнуть за правду А вам все время врут Вам даже Вам даже не сообщили о том Что ваши дети убиты уже Вам не сообщили о том Что здесь всех поубивали Вам всегда говорят Что вы побеждаете Вам врут на каждом шагу Включи мозги, мужик Мозги включи Водила, ты не там еще, нет? Порошенко, форева Изумительный вид транспорта На сегодняшний день Самый актуальный И поэтому Выношу огромную благодарность Верховной Раде И лично президенту Украины За военторг Который они нам Никогда не закрывают Это Новогригоров Правильно? Новогригоров Побросались Ну а что еще оставалось делать? Что с мячом пришел Тот танк здесь и оставил Вот Красота Пожалуйста Вот только что мы зашли Здесь 3 минуты, да? Нет, ну господа Скажут, конечно Что это мы сами написали Да и хрен с ними С господами Нам сейчас это расскажут Что это вообще На павильонах Мостфильма Остатки съемок Да Что характерно Траки Смотри какие Отличные Вы в отличном состоянии На некоторых единицах Вот эти зубцы Уже стесаны абсолютно Здесь траки нольцевые Хорошие То есть он до Киева Отойдет своим входом Сто процентов А что еще побросали? Вот, пожалуйста Обратите внимание Колесного транспорта Тоже много Немножечко Устанавливать Народную власть Именно та, которая должна быть В каком направлении И сбежать Ну, скорее всего На северо-запад Артемовск Артемовск Краматорск Скорее всего туда Товарищ Порошенко Ведь объявил Там общий сбор Всех, кто уходит Но, что характерно Вы были свидетелями того Что звонят родственники На телефоны убитых И они даже не знают Не знают ничего Что там происходило Что, вернее, здесь происходило То есть, товарищ Порошенко Всем объявил Что все замечательно Все живы, здоровы Все вышли из котла На самом деле Это не так Вот результат выхода Слышишь меня? То есть, вот опять звонят Родственники погибли? Да Да Мужчина Мужчина Вы дождитесь Мы скоро будем у вас Не переживайте Все будет хорошо, да Все будет хорошо Успокойтесь Да Все будет отлично Ну, а пока, да Передайте Передайте Да вы меня прекрасно знаете Вы меня прекрасно все знаете Передавайте привет Президенту Передавайте привет Верховной Раде И пускай они не вздумают Куда-то убегать Все будет хорошо Не рвите сердце Все Хорошо Я не стесняюсь себя назвать Да ты же слов мне не даешь сказать Ну, хорошо Записывай 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 Конечно, запомнишь Мозговой Алексей Борисович Бригада призрак Ну, видишь Я же тебе сказал Я же сказал тебе Достаточно Это бронетехника Оставленная украинскими войсками В поселке Новогригорьевка В рабочем состоянии Она уйдет в бригаду призрак И будет дальше Служить Честным Добрым И вежливым людям Казармы Вооруженных сил Украины Нашли что-то Поставили пост Конечно Нет одной единицы техники не отходить Обратите внимание Помните песню Мы идем по улице Улица такая Значит нам на запад На запад Туда-сюда Вот, пожалуйста Да? Полтава Значит что? Скоро будем в Полтаве Херсон Значит будем где? В Херсоне будем И готовые стоят Где сама машина Пункт стоит А сама машина не занимается Две районы Украинской армии Были полностью ими оставлены А те кто не захотел уйти Были выбиты И уничтожены Уже охранять нечего Уже идем Было хорошо Судя по всему Принял Принял Глянь его Глянь его там сколько Миллион трогать не желать Два часа назад Здесь еще стояли Украинские военные Сейчас Поселок Новогригорьевка Полностью Занят бригадой призрак Я же теперь говорил Дорогой мой товарищ Хорошо Хорошо Каникель Молодча Хорошо Оптику подставить Хорошо Укропы играют картами Командиров и глав Новороссии То есть всех знают в лицо И знают от кого бежать И с той стороны мишени на картах Нет бы играли такими картами Порошенко, Турчиновым и Ляшками Повторяю Закрепиться и прибыть на командировке А что еще можно сказать Слов нет Мозговое Алексей Борисович Командир бригады призрак Наш командир Также видим Павел Дремов Захарченко Вот такие укропов карты Побросали снаряды Побросали все И АГС Побросали Трофеев много? Ну Есть конечно Трофеи Изушка И БТР Все побросали Трофеи Трофеев много Трофеи 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА